Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 сентября, день Анны и Савы, Скердникова. За свою благочестивую жизнь Анна была наделена даром пророческим, видела Христа младенцем. Сава Крепецкий, Псковский, исцелил больную жену Ярослава Мудрого молитвами. Он всегда говорил о соблюдении телесной и нравственной чистоты, склонял людей к праведному образу жизни. Также почитают и преподобного отца Моисея Мурина. Мурин означает эфиоп, то есть чернокожий. Сегодня крестьяне начинали складывать снопы в кадушки и скирды, чтобы уберечь урожай от ненастья, так как приближалось время затяжных дождей. Именно это занятие и дало название этому дню. Кирдник. К этому дню завершали озимый сев пшеницы. Сегодня молились Моисея Мурину об избавлении человека от пьянства и курила. Сегодня проводились осенние ярмарки. Одни продавали, а другие покупали фрукты, овощи, одежду, домашнюю утварь и многое другое. Заканчивали убирать коноплю. Тогда еще не было подсолнечника и конопля считала ценной масляничной культурой. Также заканчивали собирать урожай яблок. Свататься в этот день не стоит, поскольку может принести беду. Приметы. Сухой сентябрь, значит зимние дни наступят еще не скоро. Если гуси и журавли до этого дня еще не улетели в теплые края, зима будет поздней и теплой. Если в этот день падающие осиновые листья ложатся на землю вверх лицом, к студеной зиме, к верху изнанкой, к мягкой снежной зиме. Еще чуть поменьше. Чуть поменьше. Так, и сейчас размешаю это все. Чтобы все хорошенько перемешалось. Да, да, соль. Вот, и крышечка, крышечка. Крышечка у нас есть. И пусть она кипит. Ну, кипит, я думаю, максимум 10 минут. Кстати, у кого слабость пищеварения, для того, чтобы вот оно лучше работало, добавляйте действительно соли, потому что соль, это соляная кислота в желудке. И будет лучше все, когда он сприваривается. А мы с вами делаем дальше препарат, для того, чтобы у нас был кальций в норме, и кости, и ногти не ломались. Поэтому добавляем еще вот... Это чай, это... Травы. А, травы и специальные травы. Как они называются? И полевой хвощ. Две травы. По чайной ложечке. Все это лучше перемешали. Давайте. Сейчас еще перемешаем. Вот. Смотрите, у нас получился такой порошок. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. Мы все это смешиваем. Здесь кальций и кремний в таком сочетании, что они будут усваиваться лучше. Один будет способствовать, усваивая другому. Дополнять другому. Да. И ногатки наши перестанут крошиться. Теперь смотрите, мы с вами так это все перемешаем. Раз. И все или еще что-то? Нет. Воды да, а кипитка. Нет, 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 нет. И спешите. Мы с вами добавим еще сюда сока лимона. Чтобы оказывается лимонно-кислый кальций, который будет, он усваиваться лучше. Поэтому мы добавляем столовую ложечку лимонного сока. Вот как раз удали, да. Это все способствует тому, что наш кальций начинает гаситься. Начинается такая пенка. Слышите? Зашипел. Да, кальций. Да, да, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Добавим еще немножечко лимонного сока. Ложку, столовую ложку. Да, столовую ложку. Еще. Вот, чтобы все это хорошенько у нас. Чтоб все оно промешалось. Да, да, да. Суки его там будут сбоку еще немножко. Вот. Естественно, есть такое, ну, будем говорить, не особо приятное. Да. Ну, полезное. А нам надо, ну, чтобы было еще вкусно и полезно. Поэтому мы с вами еще добавим, чтобы это все вместе соединилось. Да, мы добавим меда. Это? Меда добавим примерно, можем добавить чайную ложечку, можем добавить столовую ложечку, кто как. И хорошенько опять-таки перемешиваем. Ни много, ни мало, действительно, чтобы она вот хорошенько перемешалась. Вот. У нас получается смесь, которая будет питать наш организм биологически активным кальцием в таком сочетании с кремлем, чтобы он будет прекрасно усваиваться и делать наши ткани гибкими, а не честными. И ничего у нас ломаться не будет. Поскольку есть его, да, по одной чайной ложечке. Если я нашла, попробуй. Сейчас. Так. Так. Хорошо, сейчас я вам дам ложечку. И вы попробуйте. Что у нас, в конце концов, получилось? Интересно, у меня заинтрикает. Возьмите одну треть. Одну треть. Много не надо. Обык одну треть. Одну треть ложки, да? Да. И просто наобрасну, например, рассосите. Ну-ка. Что у нас получается? Не так вкусно, и вот эти песчиночки есть, но это хорошо. Как песок на зубах. Да, песочек, но пускай это все. Это яйцо. Да, да, да. Да, это яйцо. Просто если его еще меньше переволоть, оно тогда не будет так. Но тем не менее, оно проголодится, да? Быстро, да. И нормально. Быстро и удобно, да? Быстро и удобно. Еще, да. И вот это вот приготовили. И будете употреблять. Кстати. Евгений, как? Вот по ложке, я понял, да? По одной чайной ложечке просто-напросто его рассосать во рту. Значит, лучше все это все как можно меньше измельчить, чтобы оно вот такими крупными кемями не было. Но тем не менее, и это нормально. Это как? За раз одну ложку. За раз одну вот такую ложку. Все. Больше не надо. Это вполне достаточно. И в день сколько ложек можно? Одну. 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 Все. В любое время дня. Курс делаете примерно 10 дней. Этот препаратик по приниманию. Потом 20 дней перерывчик. И потом можете опять. Да. Кстати, знаете, вот ученые насчитали около 300 признаков нарушения работы организма в связи с нехваткой кальция. Да, да, я тоже читал, да. И у многих не хватает, даже у моих знакомых кальция, я вот с кем общаюсь. Это нарушение роста и у детей. Кстати, у кормящих матерей, если они будут использовать вот эту как раз смесь, то знаете, что получается, они не потеряют свои зубки, волосы, потому что когда мать кормит молочком, кальций из ее организма уходит, ну, для того, чтобы формировался у ребеночка скелетик. И поэтому объединяется организм. Как только она вот это вот использует, я знаю на практике случаи. Значит, зубки, женщина родила 5-5 детей, выкормила их, и зубы целые, волосы нормальные. А то как право после второго ребенка, там уже и зубы надо менять и прочее. Геннадий Петрович, еще вопрос. Скажите, после того, как я эту ложечку съел, запивать не надо? А она тогда так и нормально усвоится. Я описываю тебе. Более сначала хочется запить, но когда мы ее рассасываем, там имеется сладенько, вроде бы она все так усвоится. Я думаю, что так она усвоится лучше, если не запивать, да? Конечно. Потому что так насвоится в воде, а так... Угу. Смотри, удобно, быстро и ложку в день. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название, день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. 12-й лунные сутки Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!